Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня мы вяжем вот этот вот, на самом деле, очень простой узор, но я его вижу как узор для мужского свитера, либо шапки, даже шарф или снуд мужской, в общем, будет шикарно. Хотя женские тоже, если со светлых ниток, очень даже... У меня он мужской свитер, вот это. Вот изнаночная сторона, если для шарфа, то, конечно, вот так. Хотя она тоже интересно выглядит, да, сама изнанка. Вот я нарисовала схемку. Здесь нарисован рапорт. Число петель должно быть кратно 8 плюс 4 петли. Вот я наберу 16 и 4 петли, то есть всего я наберу 20 петель. 2, 3, 4, 5. Итак, 20 петель. Первый ряд я вяжу лицевыми петлями, видим по схеме. Первый ряд у нас лицевыми петлями. Кромочная и изнаночная. Второй ряд. Идем по схеме. Две лицевые, шесть изнаночных. Две лицевые, шесть изнаночных. И две лицевые и кромочные. То есть вот эти полосы разделительные мы вяжем не изнаночной гладью, как обычно между косом. Мы их вяжем платочной вязкой, то есть все время лицевыми. За счет этого узор не стягивается, как обычно. Да, у косы, либо у резинки. Далее. Так, далее. Наверное, мне надо было здесь нарисовать, потому что узор у меня начинается... Вот они, те плюс четыре, которые мы добавили. Вот они, три петли. Я добавила здесь две петли платочной глади. И последняя кромочная. Вот эти наши четыре петли. То есть схема начинается отсюда, с первой косы. Вот. Так, первую петлю снимаем. Две лицевые. Теперь вяжем косу. Первую петлю мы меняем местами, со второй и третьей, поверх второй и третьей. Для тех, кому я показываю быстро, поставьте видео на замедленное воспроизведение. И провязываем. Переместила справа налево одну петлю. Теперь слева направо одну петлю. И провязала. Вот она первая коса у меня. Потом две лицевые. И снова я делаю перебросы. Справа налево. Слева направо. И две лицевые. И одна изнаночная в конце ряда. Изнаночный ряд. Две лицевые. Шесть изнаночных. Две лицевые. И последняя изнаночная. Шесть изнаночных. Две лицевые. И последняя изнаночная. Далее пятый ряд. Две лицевые. Теперь мы вот эту петлю, которую мы переместили справа налево, возвращаем на место. То есть слева направо перемещаем. Раз. Видите, она ушла сюда, потом вернулась обратно. То же самое делаем и со второй петлей. Перемещаем ее справа налево. Видите, и здесь образуется такая красивая декоративная дырочка. Все красиво у нас смотрится. Две лицевые. То же самое я делаю со следующей косой. Вот и все, девчонки. Вот весь узор, по сути, из шести рядов. Две лицевые. И изнаночная. Все. Вот. В два этапа делаются эти перебросы. Сначала к центру, потом по сторонам. И все. И едем дальше. Вот такой вот по итогу получается красивый узор. Вот. А на сегодня все, девчонки. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Всем пока-пока.